Девушки отдыхают 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 такой аранжировки вот и после этого видимо как-то и саши и и и рафа одновременно пришла голову мысль что почему бы не сделать вот такой альбом импровизации на бардовские песни причем было решено сделать именно импровизации на песни уральских авторов что в общем очень ценно у нас очень много интересных авторов и они все собрались в этом альбоме очень здорово вот большое спасибо я думаю что раф согласиться мы скажем саше кулаеву за то что этот диск появился на свет потому что саша его писал записывал как звукорежиссер он его сводил он в общем на нем была вся координация авторов исполнителей саша собирал средства через соцсети и вы очень многие из вас поучаствовали огромное спасибо все кто сегодня поучаствовал все получат диски кто не поучаствовал очень большая просьба купить сегодня этот диск и помочь в общем помочь как это нашим отечественному производителю да давайте поможем российской культуре уральской культуре и нашим музыкантом вот у нас сегодня будет два два отделения во втором отделении думаю вот перед перед вторым отделением можно будет у саша подойти еще и купить этот замечательный диск вот у меня уже готовые музыканты и мы хотим как раз начать наш концерт вот с этой песни мне мне очень приятно что я думаю и лёши приятно что именно вот этот диск начался с нашей песни зачем вам этот человек вот мы в основном будет построен концерт так что мы поем оригинал песни и потом раф играет то да как как вот ему это уже кажется мы потом еще рафу дадим микрофон он что-нибудь обязательно скажет после третьей песни пока не даем и так зачем вам этот человек музыка или на бушуевый алексей беляев не чумб он слишком горды вам никогда не разучить его аккорды Его немыслимо сыграть в одной октаве И растворится ваша боль И растворится ваша боль И растворится ваша боль в его отраве Зачем вам этот человек? Он слишком легкий Он улетел бы, да запутался веревка Он будет там, где без сомнения он первый Зачем вам этот человек? Зачем вам этот человек? Зачем вам этот человек? Он слишком верный Зачем вам этот человек? Он слишком странный В его распахнутых глазах двойные рамы Он будет бешено скучать, пока он дышит Но ни за что не позвонит Но ни за что не позвонит Но ни за что не позвонит и не напишет Зачем вам этот человек, вы так похожи? Вам даже снится поначалу одно и то же Другое лето или музыка другая Зачем вам этот человек? Зачем вам этот человек? Зачем вам этот человек? Сама не знаю Зачем вам этот человек, вы так похожи? Вам даже снится поначалу одно и то же Другое лето или музыка другая Зачем вам этот человек? Зачем вам этот человек? Зачем мне этот человек? Зачем вам этот человек? Зачем вам этот человек? Деверо. 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 Вот так вот живешь и не знаешь, какую ты написал клевую музыку. Да, Леш, смотри какую мы клевую музыку написали с тобой. Я хочу... И сейчас это будет каждый... Да, и сейчас каждый будет говорить... Ой, какой я клевый, да. У нас сегодня не будет, к сожалению, автора летней басановы, Сергея Подборного. Он заболел, хотя он собирался очень приехать. Но вот буквально последние дни заболел. Поэтому я приглашаю на сцену ансамбль «Консонанс», который... Да, там лучше, наверное, да. Который с удовольствием для вас поет «Летнюю басанову». Это песни, которые у них в репертуаре постоянно. Я помню, они участвовали даже на четвертом канале, пели на крыше. У нее есть прекрасная запись такая. Не знаю, про автора, может быть, сейчас Саша что-то расскажет. Я не знаю, к сожалению, Сергея. Сейчас мы попросим. Друзья. Так, Саша, расскажи что-нибудь нам про Сергея. С Сергеем Подборного мы познакомились в Пермском крае. В городе Асабл концерт. Ну, замечательный автор, совершенно отличные песни. Он Андрей Девяткин подтвердит. Он с ним тоже знаком. Добрый вечер. А я вообще хотела дополнить по поводу предыдущей песни. На самом деле, три варианта этой песни. Да, Лену вы слышали, естественно. Я думаю, что ансамбль «Консонанс» вы тоже слышали. А как появился третий, это был второй вариант. Это Рафта сыграл уже третий. А сначала они наиграли в таком стиле, как сказали, что Лена пришла, попросила написать аранжировку. Ну, они как могут, они так написали. Лена пришла, говорит, что вы написали? Мне не нравится. Саша показывает, говорит, слушайте, девчонки, как вам? Мы такие, вообще классно. Они говорят, так все, делаем на вас. Ну, естественно, спросили у Лены, можно ли нам ее петь. Да, в результате Раф нам разложил на голоса эту песню. И мы ее сейчас поем. Вот. Ну, а сейчас, да, про Леню Басанову. Сергей Парборонов, к сожалению, не смог приехать сегодня. Поэтому мы будем за него представлять эту песню. Но автор замечательный, очень душевный, из города Суксун. И песня у него очень красивая. К сожалению, у нас сегодня нет Оксаны. И будем на три голоса справляться. Ну, тем не менее, летняя Басанова. Сергей Парборонов. По полям гитарным где-то Разоптала струны лета из дорог. По колкам седых оттал, в партитурах и стропинах, Проверяя терпеливо каждый слог. Из многих голоса трав. Дождь вы едите над лугами, Все звенят над рыжими стогами, Ковариным камертонам, Снова и снова. Дров грины, басами над лесами, Над лесами и лететь с бежом под небесами, Басанового лета, басаново. Басанового лета, басаново. Басаново, басаново. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Вот какие истории вспоминаются. Я забыла уже эту историю, что оказывается я отвергла аранжировку. Ну сейчас припоминаю, да, было такое. Я приглашаю на сцену еще одного участника этого диска Сергея Парамонова. А где он? А что? Нет? Да, действительно. Сережа, подожди! Подожди, подожди еще! Прошу прощения. Конферансье, значит, был не в себе. Да, сейчас мы услышим вариант Рафа на летнюю пасанову. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Да, мы написали с Сашей Козловым в 86-м году Девушки отдыхают 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 так сказать, моё немножко поговорить. А то так три песни я не говорил, не говорил, а теперь немножечко скажу. А сейчас версия, которая на диске. И так снилась мне ты. 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 Вот. А Владислав Шадрин, Александр Роколов. Он умолчал. Я приглашаю следующего нашего участника, замечательного участника дуэта. Вот, к сожалению, дуэта мы сегодня не услышим, но он представляет сегодня такую одну из... Нет, нельзя сказать лучшую, да? У вас обе половины лучшие. Худшую, говорю. В общем, Владислав Шадрин встречает. Да, равноценную половину дуэта «Зеленая лампа». Владислав Шадрин. Они вообще-то еще называются дуэт «Минеральные воды». Точно. Друзья, ну извините, что я один сегодня. Только что вернулись с нашего марафона гастрольного. Ну, сами понимаете, Дима Абухов муж молодой. Дети есть, в общем-то. И наш граждан сказал, что лучший и пой один. Поэтому... Ну и все снегом. Мы же решили, да? Да. Сразу минусовку. Нет, нет, нет. Наверное, давай все-таки жил. Да? Конечно. Отдельно? Отдельно? Да-да-да-да-да, да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да. Отыграла осень в свадьбу золотую, От лиственной мысли город захмелел. Колокол на Невском с Троицким толкует, Ворожат на сырость и на свой удел. Дождь со снегом, дождь со снегом, Двое слов у октября. Дождь со снегом, но дождь со снегом, Фонарю до фонаря. Снег на театральной падает и тает, Даже Черепанов, кажется, пристал. Холодно на камне, как спросить не знает, Дождь со снегом, дождь со снегом, Двое слов у октября. Дождь со снегом, но дождь со снегом, У фонарю до фонаря. По зонту колотит дирижер небесный, Так ты отбиваешь, можно сосчитать, И мотив какой-то, слуху неизвестный, Только почему-то хочется плясать. Дождь со снегом, дождь со снегом, Двое слов у октября. Дождь со снегом, но дождь со снегом, У фонарю до фонаря. Дождь со снегом, дождь со снегом, Двое слов у октября. Дождь со снегом, но дождь со снегом, У фонарю до фонаря. 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 Фонаря до фонаря. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Этого автора вы все знаете Субтитры создавал DimaTorzok Дело в том, что к этой песне приложили руку не только, как говорится, приложил руку не только Анатолий Киреев, и ее знают не только любители авторской песни, но ее очень хорошо и очень здорово, значит, аранжировали и спели группа Ариэль Челябинская Это как раз было после распада золотого состава, после Валерия Ярушина, и когда они записали альбом под названием «Переведи через Майдан», и вот эта песня Киреева пирога вошла в этот их альбом Ну а сейчас рояльная версия Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо Спасибо Может они что-то получше выбрать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Легче 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 Действуй Легче Дорогая Так Беспечно Брось машину И в трамвае Сядь Как кошка По глазе Не делиться Разве Можно На таких серьезных Злиться Легче Легче Дорогая Улыбайся Бросья Дальше Свою Улыбайся Легче Легче Дорогая Улыбайся Улыбайся А теперь самый задорный и самый забойный и веселый вариант песни «Легче». Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 В этом году он выступал. 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 Он выступал. Мне уже поздно. В этом году он выступал. 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 , поэтому, он выступал. Субтитры под, как называется он выступал. Девочка-пай А теперь версия номер два. 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 А теперь версия номер два. Спасибо. Как хорошо. Кто-то там уже импровизирует. Слышит, так подпевает. Это мы подпевали там с полей громко. Мы сделаем небольшой антракт, минут 15, давайте отдохнем и обязательно в перерывчике подойдите к Александру Кулаеву, приобретите диск Bart & Jazz. И еще в продаже есть предыдущий диск, а также в продаже есть предыдущий диск Рафа Минеева, очень рекомендую такой релаксный диск с одним пианино. Я приглашаю на сцену Вадима, тоже автора многих гитарных композиций. Он сейчас скажет, что они будут играть. А какой-то может быть долей несправедливости, мне кажется, что все равно, что делает Раф, это укладывается где-то на какие-то полочки во вселенской библиотеке. И пусть, допустим, это не звучит, может быть, в радио Сити Холл в Нью-Йорке, еще где-то. Пока. Пока. Отлично. Ну, зато у нас есть гостеприимный связар, который нас принял сегодня, собственно говоря. И не секрет еще для каждого, что Раф очень хороший импровизатор, потрясающий импровизатор. И я хочу воспользоваться этим моментом. Почему? Потому что, когда появляется, допустим, какая-то тема, этюдик какой-то там, можно смело играть его в Рафа. И это точно потом найдутся какие-то нотки, которые потом позволят, ну, вот этим всем зарисовкам, ну, собственно говоря, в какую-то полноценную вещь поперерасти. Ну, благодаря, конечно, профессионализму, прежде всего, человека, который вот сегодня у нас на этой сцене. Собственно, звучит она впервые, никто еще ее не слышал, этот этюд Раф в том числе. Да-да, есть такое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Играет музыка 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 Но лучше никогда уже не станет. Узелок на память. 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 А вырос прямо вот, видишь, какого автора, даже в которого Раф играет. Самое интересное, что я в Свизар попал сюда вообще первый раз благодаря той же Лене в 2006 году. Это я взял у Вадима. Где у нас под кличкой? Под кличкой? В гитаре. А, в гитаре. Свизар, здравствуй. Так, приятно снова очутиться в стенах любимых, горячой. Так, ну все что-то говорят, и я должен что-то рассказать. Вообще, несмотря на то, что Рафа я уже долго лет знаю, само вот это вот известие о том, что моя песня вошла в список песен, которые Раф... Подвергнет джазовые... Да, вот, это известие повергло меня в шок. Я думаю, как так, неужели удостоился. Причем это самое интересное, что известие-то застало тебя в дороге. Я уже не помню. Да, 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 да. И второй шок я испытал, когда Саша уже мне написал, ну все, 9-го, это концерт, презентация диска, ты участвуешь. Конечно, был безмерно счастлив, отменил все свои планы, не поехал в Тюмень на источники. А третий, и самое важное, на этом диске Андрей Девяткин, песня Водолей, 9-я. За что создателям отдельное спасибо. Так, и... А, ну да, вот мы сейчас сидим с Оксаной, обсуждаем, все так здорово, но... Одна деталька, вот, которой не хватает. Неплохо бы на одном диске сразу и хотя бы кусочек оригиналов. Да, хотя бы. Такой концепции не ставилось, потому что это сразу. Аранжировочка и маленький кусочек. Ну, если кто захочет, я сейчас спою песню с третьего своего диска, тихая зимовая, песня Водолей. Вот, я захватил на всякий случай этот диск, если кто захочет, обращайтесь. Самое интересное, наверное, Андрей, эта песня, наверное, посвящается тем, кто под знаком Водолея родился. Да, да, я много лет в Свизаре, много лет в Свизаре, наслышан, что вот в бытность Свизара здесь проходили водолейники шикарнейшие. Мне никак не удалось попасть хотя бы на один. А песня-то вот как раз она очень хорошо подошла. Итак, Водолейник. Вот ведь беда. С неба вода, с рудни и ночей, мочит нас неустанно. Этой воды в небе пруды, но откуда ей взяться там, чудно и странно. Водолей, водолей, ну скажи, дурелей, на кого ты льёшь воду усердно, решетом и ушатым, бочкой цистерной. Неужели, чудак, не поймёшь ты никак, что весь год мы по солнцу скучаем? Так за что же не милость твою получаем? Всё б ерунда, снова б беда. По соседству любовь поселилась украдкой. В сердце вошла, взор обожгала, В сердце страсти пожара, загорается жарко. Водолей, 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 не жалей, Сердце ты остуди хоть немного. Ведь нельзя ж так гореть ему, ей богу. А дожди сентября вновь нашепчут тебя, И пойдут словно песня по кругу. И окончим мы год вдали друг от друга. Споры, суды, нивы, сады, Это всё надлежит орошать водолею. Пыл остудить, суши напоить, Ну а я сам себя, как без него, одолею. Водолей, фарисей, ты, наверное, с друзей Проверяешь студённой водою, А слепцы назовут тот экзамен бедою. Но остаётся не зря в это лето, И зря дна на головы капает драться, Чтобы чистым умом во всём разобраться. Ну а теперь вот такая версия о водолею, И сейчас оно прямо с дождя и начнётся. Спасибо. 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 От всех водолеев выражаю благодарность. От не водолеев тоже. Не водолеев тоже. Спасибо. Следующего автора, к сожалению, тоже не будет на этой сцене, потому что находится он далеко в тёплой стране Израиль. Вот работает там доктором, лечит людей. Вот это замечательный автор Леонид Ваксман, которого на Урале, особенно в Екатеринбурге, очень хорошо помнят, любят. И я думаю, что многие его песни войдут в следующий альбом Рафа со строитрядовскими песнями. Да. Следующий альбом уже, когда знаменка узнала, что пишут. Да. Что барды сказали. А что это барды, да? Мы тоже хотим. А мы тоже хотим. Ой, возьмите снег к руде. Так, обязательно. Это будет обязательно. Конечно. И это будет, и как птенцы из гнезда. Мы выпали. И уходи. Уходи. Всё будет. Вот. Такой вот у Рафа. Следующий проект. Мы открыли такую тайну. Мне кажется, тоже достаточно такой будет интересный и успешный. А Лёня-то в курсе? Кто? Лёня? Да. Да, конечно. Лёня в курсе, что он ждёт тоже диск. Мы ему уже отправили через Рая обельскую диск. А похоже отправили уже. Да, да. Уже, наверное, уже Рая прилетела, уже ему, наверное, отдали. Да. Он уже слышал. А песня, которая вошла в этот диск, называется «А самолёт». И я, насколько я помню, Лёня на каком-то концерте рассказывал, что эта песня была написана чуть ли не на спор, на одну рифму. Там всё время повторяется одна рифма, там «А самолёт крылом задел звезду», там «Ту-ту-ту». Ещё самое интересное, что судя по материалу, который я получил, прежде чем приступить к записи этой вещи, я так понял, что звуки 80-х годов. Видимо, 80-е годы было написано. Да, да, она такая старенькая песенка. Вот посмотрим. Оригиналы, к сожалению, не услышим. Кто не слышал, гугл вам в помощь. А мы послушаем Рафа. От. Вот, вот. Да. Смирен. Да. Да. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Это джаз. Еще хочется сказать, что все произведения, которые в диске записаны, все записаны в один дубль. Раф такой ленивый, что он не любит играть два раза. Он не любит повторяться. Поэтому вот как сыграл Александр и зафиксировал, все, так и оставляем. Серьезно так и было. Ну вот теперь я попробую вспомнить свою старую песню. Сегодня много уже старых песен. Она не в один диск не вошла. Она есть только в демо-версии. Но вот Раф меня вдохновил, я ее выпущу на своем диске. Называется она «Где-то в России». Слово чей, не говори, Что земля есть теплей и красивей. Все дороги, ведущие в Рим, Начинаются где-то в России, Чтоб достичь чужеземных морей, Ожидание судьбы безмятежной. Сколько проклято здесь январей Среди русских снегов непроезжих. До чего же бывают близки Небеса в час хмельного причастия, Там, где души летят на куски. От отчаяния, боли и счастья, Смыв слезами забывения грим, Здесь задумчиво бродит мессия, Все дороги, ведущие в Рим, Начинаются где-то в России. Верстовыми столбами кресты День или век ничего не изменит В бездорожье русской мечты Слишком много простора и лени, Но мужчина под сердцем горит, Подчиняюсь неведомой силе. Все дороги, ведущие в Рим, Начинаются где-то в России. Слов отчаянных не говори, Что земля есть теплее и красивее, Начинаются где-то в России. Все дороги, ведущие в Рим. Жень, не уходи. Мы вот хотим тебе тоже один из символов, Ну мы же все-таки у нас барден, джаз, да? Тоже один из символов авторской песни, Книгу Львазонова об Уладе Агуджае. Здесь есть моя статья. Вот, тем более. А теперь вот что. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Хорошо получилась, в общем, да. Еще одного автора, без которого, наверное, этот диск был бы неполный, потому что, в общем, да, это такой значимый, я считаю, уральский автор. Самый дальний сейчас, вот, дальше уже некуда, который живет сейчас в Америке, не знаю, когда до него дойдет этот диск, Сергей Боханцев. Да, он приедет. Приедет, конечно, мы ему подарим. Ну, и сегодня мы попросили его хорошего друга Константина Просекова спеть песню «Хняжа». Он нам споет. А Раф сыграл совершенно замечательную, сделал импровизацию. Вот у меня это одна из вот таких фаворитов вообще-то. Я уже все уже послушал. Все что-то говорили, а мне никто не дал слово, что-то нечего сказать. В прежний раз. Вот сейчас Бунтов-то ушел, жалко. А вообще у Сережи Боханцева, как это, троица есть. Ум, честь и совесть. Вот Бунтов ушел, это совесть Сергея Боханцева. Я оказывал его ум, а Чулков – честь. Вот такая вот у нас троица была. Ум, честь и совесть. Ну, поставили меня, конечно, перед задачей очень сложной. Вообще я к этому диску ни ногой, ни рукой не прикасался. А, Юля же хотела мне помочь. А, я думаю, что мы пригласим на сцену Юлию Порецкую. Юля, пожалуйста. Мы прямо отсюда, пацаны. Да, я тоже так думаю, да. Что ж ты, княже, сидишь без сна На высоком, на берегу Ноченька, ой, темно, на руку О, рару, о, щенька, ой, темно, на руку Моя, ну, сердце голосом колоски Молодым обрывается А в родимой Руси матушка мается. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Я тоже в школе музыкальной учился, но у меня волосы везде, когда колышется, потому что ноги-то гениальные, давайте поаплодируем еще раз. Вместе. Коричневый. Стоит у дороги и окна темнеют, Замерзших деревьев в ночном полумраке Восносятся лапы, Уснули сильные огни в небольшом пламене. Зеленый лад, зеленый лад, зеленый лад. Не спится, наверное, хозяевам этой обычной квартиры, А может, мы просто забыли о лампе И тихо уснули. Уставил он покупок, размолок, истеряк, лада, И только свет лампой светелых бессмол вьють. А ветер сместит и играет беспечно Вчерашней газетой. Огни фонарей, переломлены в стеклах Заснеженной при зимы, И пишут в ночи за зеленой лампой поэты. А-да-да-да... Идет на зиму фильм другой, Третья серия жизни. Как трудно во мраке Найти свой проселок, Тропинку, дорогу, Легко ошибиться, приняв за природу Простые станты. И словно маяк нам Приходит порой на подмогу Зеленая лампа, Зеленая лампа, Зеленая лампа... Зеленая лампа, Зеленая лампа, Зеленая лампа... Зелёная лампа 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Бывает так Она очень короткая Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 И потом Не надо думать, что я совсем не знаю бардовскую песню Я с детства, в общем-то, бардовские песни слушал И знаю это все прекрасно Так вот я хочу пожелать нам всем Во-первых, нас поздравить всех с наступающим Новым Годом Пожелать всего того, что мы с вами Я, вы все, все хотите, чтобы это все сбылось И пусть музыка, бардовская песня, джазовая музыка, еще что-то Пусть не знают границ и живут всегда вместе Дорогие участники концерта, пожалуйста, давайте сделаем общую фотографию Очень-очень-очень хочется, чтобы у нас была такая фотография Не уходи, пожалуйста, Леша Великода Всем остальным спасибо И до новых встреч с Лизарием Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому »